Всех приветствую! Продолжаем ознакомиться с творчеством художников Федерико Зандоминеги, Итальянский художник-импрессионист. Родился в Венеции 2 июня 1841 года. Его отец Петро и дед Луиджи были культерами-неоклассиками. В молодости он предпочитал живопись скульптуре, поступив в 1856 году сначала в Академию прекрасного искусства Венеции, а затем в Академию изящных искусств Милана. В 1859, чтобы избежать призыва в австрийскую армию, он бежал из Венеции. На следующий 1860 год он попытался присоединиться к войскам Джузеппе Гарибальди. Из-за этого ему было некомфортно проживать в Венеции, что привело к кратковременному тюремному заключению. В 1862 году он на 5 лет переехал во Флоренцию, где часто посещал кафе Микеланджело, место сбора художников. Там он познакомился с рядом художников, известных как группа Макьяолли. Присоединился к ним в написании пейзажей на открытом воздухе. Живопись вне студии на пленере была в то время инновационным подходом, допускавшим новую яркость и спонтанность передачи света. Я цитирую переводную Википедию. В 1866 году Зандоминегий вернулся в Венецию. В 1974 году отправился в Париж, где ему предстояло провести почти весь остаток своей жизни. Он быстро познакомился с импрессионистами, у которых только что состоялась их первая групповая выставка. Как и его близкий друг Эдгар Дега, он был в первую очередь художником-фигуристом, хотя работы его носили более сентиментальный характер, чем работы Дега. Восхищался работами Мерри Кассат и Пьера Агюста Ренуара, и его многочисленные картины, изображающие женщин в их домашней рутине, следует их пример. Начал работать с пастелью в начале 1890-х годов, стал особенно искусен в этой области. Примерно в то же время его репутация и состояние возросли, когда арт-диллер Дюран Рюэль показал его работы в Соединенных Штатах. С тех пор он пользовался неизменным скромным успехом, вплоть до своей смерти в Париже в 1917 году. Умер в Париже 31 декабря 1917 года. Вот так вкратце из переводной википедии о итальянском художнике-импрессионисте Федерико Дзандоминеги. Пока-пока, до свидания.